привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня у нас продолжение серии видео уроков урок под номером 3 вас встречает наша система сразу же после установки после перезагрузки изначально вас встретит вот такое вот окно комбинации клавиш в том она исчезнет вызывается она зажатием клавиши windows собственно здесь описываются все горячие клавиш которым которыми славится рабочая среда unity с помощью которой можно быстро взаимодействовать системы это полезная информация если вы ее освоите быстро будет очень удобно работать но это так лирическое отклонение и так что же нам делать мы перезагрузили систему все кто писали до этого в комментариях что не нужно ставить обновление что лучше их ставить потом я с вами не согласен никакая установка не глючить нигде ничего зато смотрите у меня полностью русифицированная система сразу из коробки мне не нужно ничего делать все потянулась при установке с интернета так что это такой нюанс индивидуален конечно но новичкам я бы советовал обновляться сразу так после перезагрузками ведь мы видим что сразу выскочило обновление приложений но обновимся мы потом наверное вы заметите что изначально да у нас раскладка как-то не очень красиво сконфигурирована да вы если вы выбрали русский язык вас здесь будет только русский язык если английский как я будет только английский язык вот скорее всего ну то есть любом случае изначально нужно сконфигурировать раскладку выбираем параметры ввода текста его собственно наша раскладка да я английский просто удалю английский macintosh да окей как добавить раскладку нажимаем сюда на плюс и ищем ищем наши раскладки в раскладке которые нам нужны русская клац добавили русскую ну мне еще украинская пускай будет переключать и раскладку по умолчанию windows пробел как на windows 8 и на windows 10 и пожалуйста друзья хочу заметить мой канал не о политике так что все вот эти эксцессы по поводу того откуда я давайте это все опустим у каждого человека свои взгляды на политику и о том что творится вообще в мире и стране я скажем так коротко высловлю свою позицию я человек мира я против войны против вот этого всего беспредела я просто хочу жить нормально работать там создать семью и скажем так жить им и не тужить как есть такая поговорка давайте закроем эту тему раз и навсегда и у нас канал о эти тематики давайте продолжим так мы сконфигурировали нашу раскладку здесь мы собственно можем менять клавиши с помощью которых мы будем переключать так раскладку мы сконфигурировали все отлично amazon ну нафиг здесь вот отображаются примонтированные диски да вернее они не примонтированы диски которые есть на вашем компьютере они также отображаются фолова менеджере если вы нажмете да он примонтируется здесь также можно будет извлечь то есть все тома в linux они монтируются как флешка допустим вот этот такой нюанс панель unity давайте настроим мне не нужно отображение здесь моих жестких дисков я пользуюсь через файловый менеджер если вам интересно и удобно оставьте если нет сделайте также как я я нажму изъять из панели и здесь у меня будет отображаться допустим я вставлю свою карту памяти и вот собственно карта памяти здесь я хочу чтобы у меня отображались просто мои съемные носители собственно так и будет отлично давайте же обсудим касательно графического окружения и так далее здесь у нас рабочая область системный лоток где у нас часы громкость непосредственно с каждого элемента можно перейти в соответствующий элемент меню настроек вот сетевой менеджер о нем рассмотрим подробно подробно будем каждый элемент разбирать все как что сегодня у нас первоначальная настройка то есть раскладка разобрались здесь у нас панель unity который называется дэш о нем мы рассказывали кто не знает в общем кто переживает повторюсь поиски индексируется как и в любой поисковой системе ничего страшного здесь нет здесь у нас домашний экран то есть приложение которое вы использовали то есть будут здесь файлы и папки которые ранее были открыты приложение здесь у нас установленные недавние другие варианты здесь конечно немножко рекламы но такое вот установленное приложение поиск у нас есть поиск работает быстро поиск работает круто в общем поиск файлов и папок вот видео музыка фото и общем поиск социальных сетях также здесь можно настроить ленту фильтр там учетные записи и так далее ну это такие нюансы здесь мы можем закрепить любую программу да просто ее перетянуть сюда изъять просто правой кнопкой мыши и изъять с этим мы наверное закончили так по поводу софта который здесь предустановлен можете посмотреть обзоры ubuntu на канале здесь принципе все ясно все понятно ссылочку я на обзор 14 на 4 lts кину в описании к этому уроку что вам нужно сразу же после установки советую до установить несколько приложений из центра приложения ubuntu пока он есть версии 1604 после обновления у нас будет другой центр приложения но об этом позже сразу сразу же я советую вам установить в lc media player он кушает все форматы музыки и видео я думаю это будет актуально для каждого установим так вот собственно пароль который мы вводили во время установки это про администратора так что еще так офисный пакет у нас есть и интернет браузер нужно нужно доставить можно поставить в браузер хроме советую поставить его почему не chrome смотрите друзья есть такая маленькая загвоздка в том что так установочка пошла да все отлично давайте откроем firefox firefox здесь есть все отлично firefox это браузер по умолчанию есть такой нюанс что google chrome перестал поддерживать 32 битные системы там с определенного времени или вот-вот поддержка закончится точно не помню и то что новые версии google chrome поддерживают только 64 битные версии операционных систем но все же я покажу как установить google chrome из интернета и как устанавливать вообще пакеты я об этом рассказывал на стриме но лишним не будет серии данных видео уроков это все посмотреть то есть существует несколько способов установки приложений самый простой это через магазин до через центр приложений далее скачав debian пакет то есть данная операционная система ubuntu и все которые основаны на ней они используют debian пакеты это аналог м сай установщика либо xsh windows так также вот здесь у debian пакет вы скачали нажали установить и через центр приложений он устанавливается все отлично также вы можете устанавливать через терминал из репозитория используя команды и компилируя из исходного кода также вы можете устанавливать приложения с различных архивов используя скрипт установки об этом опять же таки позже вот мы установили и что замечательно новое приложение которое недавно установились которыми еще никто не пользовался они подсвечиваются определенным цветом хорошо давайте зайдем проверим все работает все все отлично да так браузер chrome нас приветствует круто давайте еще раз запустим на сделать браузером по умолчанию и здесь все нормально сейчас я покажу момент почему нужно ставить хром этот хроме давайте google chrome до скачаем пакет вот собственно мы сейчас разберем в тот способ когда мы можем установить приложение с пакета тот же skype давайте до поставим потому что многим нужен skype после установки системы да как бы многие пользуются довольно и мы видим да что сайт он изначально определяет что у нас linux дистрибутив вот и на многих сайтах если предложат ну там несколько вариантов windows mac и linux то вы выбираете ubuntu вашу разрядность и обязательно запомните debian пакет мы видим да что здесь у нас вот фоу бунту разрядность до 64 бита 32 бита и для fedora и сьюзы вот собственно у меня 32 битная система так как у меня 3 гигабайта оперативной памяти и мне 6 мне 64 биток ни к чему мне лишняя нагрузка не надо и сейчас касательно ключевой момент для тех у кого 32 битная система сейчас установим пакет собственно почему нужно использовать chrome что это такое ошибочка и что это за ошибочка что уже нельзя скачать что ли на вот собственно поддержка 32 битного хромом по идее уже и закончилась мы не можем скачать только 64 бита пакет а до этого писалось в самом браузере сообщение что 32 битные версии не будут поддерживаться вот собственно для тех кто использует 32 битные операционной системы для тех кому это нужно там до ноутбука для не очень новых компьютеров то наш выход это хроме можно конечно и за старые версии пакета google chrome она это не оптимально хроме он свободный и он с поддержкой все здесь нормально то есть такой момент хорошо давайте чтобы решить и показать вопрос установки через пакет давайте загрузим skype он лишним не будет загрузить skype выбираем систему у нас ubuntu 1404 но как бы неважно мы выбираем ubuntu multi arch это то что это пакет поддерживает и 32 бит 32 бита 64 бита 1204 это то что нам нужно то есть младшие пакеты тоже можно для младших версии операционной системы не будут поддерживаться это хорошо вот мы скачали наш ребенок пакет вот собственно так он выглядит можем два раза кликнуть либо вот открыть с помощью центра приложений и вот пожалуйста skype мы мы можем его установить и так можно с другими приложениями тут ничего сложного нету почему-то не запрашивает пароль на вот пароль отлично и пошла установочка окей давайте теперь поговорим о настройке непосредственно рабочей среды для этого нам понадобится одно приложение ubuntu tweaker по моему так да вот ссылочку я скину в описании можно скачать также можно использовать unity двигту с центра приложений но это приложение не нравится больше опять же таки устанавливаем с помощью пакета откроем через центр приложений и нажимаем установить видео возможно покажется немножко длинным но просто решил это сделать в режиме реального времени чтобы вам было все понятно и не было потом вопросов сейчас мы настроим среду и дальше уже поговорим непосредственно будем разбирать параметры рассмотрим что где и как настраивать как настраивать различные типы подключения к интернету и так далее повторюсь эта инструкция для новичков для тех людей которые только пришли в мир linux и это ваш возможно первый дистрибутив поэтому здесь конечно да мы будем разжевывать показывать рассказывать вот установили давайте браузер закроем и где наш от skype собственно появился давайте его закрепим также в следующем видео уроке у кого есть проблема с перевернутой камеры это скажем так актуально для старых ноутбуков 4-5 летней давности я расскажу вам как перевернуть камеру вот и собственно наш твикер давайте его сюда и запустим вот отлично здесь вот можно очистить систему от мусора есть какая-то информация обновлениях вот так приложение обзор этого приложения мне есть на канале ссылочку тоже скинул описании здесь тот же chrome можно поставить там старые версии пакет вас здесь есть там различные доки ну альтернатива стандартного центра приложений почему собственно данная утилитка мне нравится и нас интересует в первую очередь раздел настроек здесь можно менять различные темы ну так как тем у нас стандартных да вот изменить фон рабочего стола вот здесь вот темы у нас их мало до радианс светлая тема эмбиланс это темное по умолчанию и high contrast это высококонтрастный вот здесь можно менять темы но это позже это потом по темам по иконкам также у меня есть видео обзоры потом либо к этому уроку либо к следующим сделаю ссылочки в описании а сейчас нас интересует настройка unity чтобы изначально до настроить систему среду рабочего стола под себя вот здесь вот можно это различные твики для unity интеграцию можно настраивать и так далее вот что интересно здесь можно настроить непрозрачность строки меню очень красиво да давайте прозрачность 70 процентов поставим чтоб наша unity не было такой уныло все отлично и давайте чтобы непрозрачность ну пускай допускай если мы развернем окно на весь экран непрозрачной строки меню при развернутом окне ну давайте уберем так будет красивее хорошо это что касается там эстетики кому что нравится можно настроить unity давайте добавим рабочие столы рабочие места если вы у вас один монитор вам нужно несколько рабочих столов и есть горячие клавиши для этого и с этим очень удобно работать давайте собственно и сделаем вот мы добавляем число рабочих столов по или по вертикали у нас появилась иконка для переключения этих рабочих столов маленький лав поймал ну собственно вот потому что у меня два монитора и они у меня так отображаются в общем захват идет с одного экрана и два монитора отображаются как один большой ну неважно кто-то так можно настроить этим можно пользоваться также давайте настроим горячие углы изначально из под системы настроить их нельзя с помощью твикера это сделать можно считаю удобным нижний настроить нижний угол вот этот нижний правый показать окна это очень удобно чтобы не рискать здесь по панели unity во время работы если у вас открыто множество различных документов нами не только это очень удобно то есть для каждого угла можно задать какое-то действие показать рабочие места показать окна показать рабочий стол то есть там клац и у вас сразу же там рабочий стол все окна свернулись но я использую показать окна советую вам закроем давайте откроем браузер файловый менеджер на вот мой компьютер немножко нагрелся поэтому прошу извинить меня за небольшие притормаживания и давайте откроем но я не знаю допустим обновление да и наведя на этот угол мы видим что вот показались все запущены окна ну давайте откроем еще что-нибудь давайте откроем firefox отлично здесь у нас в общем работа кипит здесь у нас куча там ока неважно можем там свернуть открыв наведя на этот угол у нас отображаются все запущенные приложения это удобно мы выбрали до перешли к нужным вот видео получилось длинным давайте на этом наш третий видео урок окончим в следующем уроке мы поговорим с вами непосредственно о параметрах системы полностью всех настройках и не только будет интересно надеюсь данный ролик был полезен ставим лайки комментируем подписываемся на youtube канал вступаем группу вконтакте мой twitter аккаунт как всегда к вашим услугам с вами был идти навигатор спасибо за внимание и до новых встреч пока пока